Где стали брать больше денег на покупку квартир Самое большое количество кредитов берут жители Москвы и Подмосковья А меньше всего покупка квартиры на заемные средства интересует жителей Ингушетии Снижение ставок позволило людям вести себя смелее на рынке недвижимости Фото В столице за прошлый год было выдано 88 тысяч ипотечных кредитов А в Ингушетии в 452 раза меньше всего 195 кредитов Свидетельствует исследование Есть в российской газете Медведев поручил стимулировать ипотеку для индивидуального жилья Также в число лидеров по количеству выдачи кредитов вошли Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан Среди аутсайдеров по числу кредитов числятся Ненецкий и Чукотский автономные округа А также Чеченская республика Кстати, среди регионов с наименьшим интересом к ипотечному кредитованию много территорий В которых люди предпочитают жить в частных домах Поэтому покупка квартиры их просто не интересует Всего в 2018 году количество выданных кредитов увеличилось на 35% С 1,08 до 1,47 миллиона А общий объем выданных ипотечных займов вырос на 49% Достигнув отметки в 3,12 триллиона рублей против 2,21 триллиона годом ранее Самые большие кредиты вполне предсказуемо берут в Москве и Московской области 4,4 миллиона рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно Меньше всего денег на решение жилищного вопроса требуется жителям республики Алтай 1,4 миллиона рублей Челябинской области 1,4 миллиона рублей И Алтайского края 1,4 миллиона рублей Минус Для россиян ипотека стала основным способом приобретения жилья При этом снижение ставок позволило многим заемщикам оформить кредит большего размера Так жители Ингушетии стали брать суммы на 34,63% больше Дагестана на 15,54% Ивановской области на 14,36% Надо отметить, что в регионах с самыми большими объемами и суммами ипотечных кредитов Размер займов рос не так сильно В Москве на 7,68% В Московской области на 9,35% Хотя увеличение сумм кредитов наблюдалось тут А вот регионов, в которых размер кредита снизился, в стране вообще нет Эксперты не раз отмечали, что снижение ставок позволило людям вести себя смелее на рынке недвижимости Покупать квартиры просторнее или дороже, в более престижных районах, с лучшей транспортной доступностью В среднем снижение ставки на 1% делает ежемесячный платеж на 1000 рублей легче Эту выгоду заемщики и трансформируют в дополнительный комфорт или площадь Самая низкая ставка по ипотеке в Ненецком автономном округе За год она упала на 3,61% По динамике жилищного кредитования лидерами стали Республика Крым и Севастополь Количество ипотечных займов в Крыму выросло более чем в два раза А объем выданных средств увеличился на рекордные 134% Хорошую динамику показал и ипотечный рынок Севастополя Где количество выданных кредитов выросло на 92% А объем на 113% Минус Ставка в 6% для семей с детьми будет действовать весь период ипотеки И тот факт, что самая высокая динамика роста ипотечного рынка в минувшем году была отмечена в Крыму и Севастополе Заслуживает внимания еще и потому, что ставки по кредитам здесь самые высокие в стране в среднем 10,3% Отмечает президент сети Нина Козлова Главная причина быстрого роста ипотеки в этих регионах низкий базовый уровень и объемов ипотечного кредитования Но есть и другие причины, говорит эксперт Драйверами роста рынка ипотеки также стали последовательно выстраиваемые взаимоотношения между застройщиками, покупателями и банками Помогло и то, что россияне из других регионов охотно приобретали жилье на полуострове Как в качестве инвестиций, так и для личного проживания Третье место по росту ипотеки занимает Ненецкий АО Который находится в самом конце рейтинга по количеству выданных кредитов Драйвером стали низкие ставки Здесь кредит можно было получить под 6,82% За год ставка упала на 3,61% В остальных регионах в среднем она составляла 9,5% А снижение за год было около 1% Экономика финансов, долги и кредиты Экономика недвижимости, патека, рынок кредитования Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...